здравствуйте дорогие друзья мы находимся возле дмитровского шоссе вы его видите позади расположена новая современная поликлиника и старенькие дворы получается так что мы часто с вами проезжаем по основным улицам города за окном мелькают у нас дома дворики и получается так что вы очень часто говорить о том что мы не заходим во дворы не видим что там происходит и чтобы иногда мы с вами имели такую возможность заходили и рассматривали московские старые дворики давайте это с вами сделаем зайдем со стороны улицы всеволода вишневского вы видите сквозные дворы но а наш сюжет будет проходить в противоположную сторону будем двигаться с вами в сторону станции метро дмитровская ну и зайдем вот в один из таких дворов посмотрим что в нем происходит и возможно я буду надеяться на это что подобного плана сюжеты приведут вас воспоминания потому как зрители у нас разного возраста у многих детство прошло в москве у родных близких бабушек дедушек в подобном плане домов в этих двориках и возможно вы отразите в своих комментариях какие-то свои воспоминания поделитесь даже может быть кто-то и зрителей и ранее проживал вот в этом двое дворе и что-то дополните я всегда читаю с удовольствием ваши комментарии и на них отвечаю вот так вот выглядят московские дворики есть и детские площадки вокруг стоят автомобили напомню что они сквозные дом номер пять который был у нас в начале по левую руку от нашего движения и собственно говоря вот так не высокие дома ранее выглядели по основной части москвы я только за за такие дворы где окна в окна практически не смотрят есть дворовая территория где могут находиться и дети и родители также стены дома от какой-то ветреной погоды защищали как раз эти дворы здесь гнездятся и ютится птицы и конечно же находиться в таких дворах достаточно уютно автомобили подсказывают нам о том что люди любят сталинские дома конечно же на них цена высокая но об этом говорят и высокие потолки и широкие комнаты и большие площади но повзаимствовать отсюда хочется лишь то что вот эти вот уютные московские дворики до придворовые территории как то вот реально тянут сюда реально здесь хочется посидеть по находиться просто встретиться с своими соседями ведь они же невысокие практически каждый в таких дворах друг друга знает и вот время свое проводить проводить здесь но достаточно приятно скажем так не выходя не покидая свой двор и выглядит это ничуть не хуже чем вот мы смотрим с вами многие сюжеты о каких-то парковых прогулочных частях москвы и вот здесь вот как раз тот самый уют дворовой территории манит скажем так по находиться здесь вот подели погулять с детьми нашлось место и для детских площадках вот в общем я здесь побывал и честно говоря веру возвратился взяв камеру решил ну сделать очередную зарисовку такую вот осеннюю в этих прекрасных дворах но москва конечно же не стоит она меняется где-то здание приходят негодности на смену им приходят новые решения мы также их часто с вами видим и комментируем и вот одно из таких решений мне очень понравилось здесь я мы сейчас к этому решению подойдем конечно же но и рассмотрим фасады нас окружающих домов они не вызывающие нет такого дикого какого-то кислотного решения цветов все выдержанном стиле одинаковое это неброский цвет и мне кажется что вот очень подходит к таким домам и даже вот интегрируются какие-то новые здания до в том же самом выдержанном стиле и цвете и неплохо смотрятся не выделяются во всяком случае ну и несут в себе какой-то там дополнительную часть что-то принадлежит каким-то офисом или еще что-то в общем очень неплохо смотрятся ну и действительно вот проходя сквозь этих эти дворы ну хочется идти именно по этим территориям они по пешеходным дорожкам которые располагаются вдоль самого шоссе здесь намного уютнее спокойнее комфортнее ну и реально хочется идти просто рассматривать что тебя окружает и вот как раз мы потихонечку подошли к новоделу или новому строению можно так сказать со стороны это здание выглядит примерно вот так также обратите внимание что зеленая территория сохранилась сохранился и двор есть и детские площадки и факт фактически двор дворик вот он скрывает это новое строение и не дает ему как-то вот выделяться на фоне сталинских стареньких домов ну и давайте подойдем поближе и посмотрим насколько она в конструктиве своем своих материалах отличается от дома который был возведен там советское время который рядом расположен те же те же самые цвета спокойные выдержанные но дом действительно современный и реально красивый то есть мне он очень понравился и вот хотелось бы конечно же чтобы на уходящих домах скажем аварийных не на этих территориях не ставили огромнейшие некрасивые дома а вот было вот так вот вот компактно невысоко скажем так чтобы соседи друг друга знали и дружили и обратите внимание все те моменты о которых вы часто часто оставляете своих комментариях вот и кондиционированию есть решение то есть не вызывающие это все выглядит фасад дома очень приятный красивый примерно выглядит вот так с противоположной стороны вот такие виды и я думаю что жители этого дома вот уже в летнее время ну просто утопают фактически в зелени ну и пение птиц создает уже ну такой обжитой уютный комфортный двор вот и очень хочется чтобы на смену старым домам вот такие решения все чаще и чаще находили себя и радовали конечно же людей вновь заехавших в такие дома ну и также радовали тех кто окружает их ведь это действительно приятно комфортно и очень уютно выглядит ну и давайте пройдем дальше вот так вот это все выглядит со стороны сохранились и площадки для волейбола футбола хоккея также и зеленые территории где можно и с питомцами пройтись ну и вот так вот выглядят фасады советского времени того прошлого вот на фоне современного нового хирургически врезанного скажем так дома как я и говорил что москва город контрастов и вот 7 сему есть характерный пример ну и конечно же высотка то есть я называю это как башни близнецы вы упоминаете об этом говорите о том что менее чуть более года потребовалось для того чтобы возвести их вот так вот они выглядят со стороны и конечно же выглядят вызывающие это здание бизнес-класса на фоне того что позади нас они выглядят конечно же совсем по-другому благодарю вас за очередную прогулку удалось мне показать очередные контрасты то что происходит в московских двориках буду рад вашим комментариям с удовольствием их почитаю ну и я с вами не прощаюсь а всего лишь говорю ну а пока пока и жду вас в новых своих сюжетах а и и и и и и Продолжение следует...